Всем привет, меня зовут Данил и это новое видео на моем канале. Наконец-то. Да, сегодня я бы хотел поговорить о брекетах, сколько ношу, почему ношу, больно, не больно, ну и так далее. В общем, ношу я брекеты уже примерно 3,5 года, может быть, уже немного больше. Дело в том, что я потерял связь со своим бывшим стоматологом. Она приезжала к нам в город и делала мне там подкрутки, перетяжки резинок и так далее. Но из-за военных действий она перестала приезжать к нам в город. Я думаю, если бы все было нормально, в плане не было никаких военных действий, то я думаю, летом бы снял уже брекеты. Но получилось, получилось. Как вы видите, я до сих пор нахожусь в брекетах, нахожусь. Можно сказать слово нахожусь в брекетах? Думаю, нет. Как вы видите, я до сих пор ношу брекеты. Я не могу сказать, что они там какой-то дискомфорт мне доставляют или еще что-то. А нет, абсолютно, я уже к ним привык, я даже не очень хочу их снимать. Но смотря с другой стороны, я уже на самом деле очень хочу их снять, потому что это портит зубы. Потому что тот клей, на котором они держатся, он портит зубы. И я боюсь того момента, когда мне их снимут, а у меня либо будут зубы все в кариесе, либо в каких-то белых пятнах. И все. Получается, придется опять лечить зубы или как-то отбеливать их, чтобы не было этих пятен видно. Я не знаю, я этого очень не хочу. А так, я, наверное, не хочу их снимать. Ну как, я к ним просто привыкну. Я надеюсь, вы поняли мою логику. Обязательно нужно сначала обследоваться у стоматолога, чтобы тебе вылечили кариесы, камни, там не знаю что еще. Потому что на больные зубы брекеты не поставят. Да, мне запломбировали 4 зуба перед брекетами и поставили коронку. Потому что у меня один зуб просто в ничто ушел. Мне его наращивали. Но, когда мне начали ставить брекеты, мне сказали, что вот эта субстанция, из которой наращивают зубы, как бы формируют новый зуб, он не выдержит. И мне поставили, не помню как она называется, пластиковую, короче, обычную коронку. Она у меня где-то здесь сзади. И да, то есть с больными зубами вам брекеты не сделают. Что насчет болевых ощущений, как я уже говорил ранее. Клеить брекеты совсем не больно. То есть ты ложишься, тебе в рот одевают такой расширитель, чтобы было видно все зубы. Тебе их сначала там промывают немножко водой, а потом начинают клеить. Клеится брекет так, на какую-то ватную палочку вроде. Выдавливается раствор, и его мажут на зубы. И потом на то, что намазали, приклеивают брекет и под ультрафиолетовую лампу. И так со всеми зубами. То есть брекеты примерно клеятся минут 40-45. Да, примерно. Что насчет именно боли, не в том плане, что когда их ставят, а именно после того, как поставили первая ночь. Да, зубы будут болеть, и поначалу будет чувствоваться некое, не знаю, давление, или то, что зубы сжаты. И как бы, не знаю, как это описать чувство. И часа через два или даже полтора часа у меня уже начали болеть зубы. Причем они начали очень болеть. И как бы ни странность часто прозвучала. Вот не знаю, у кого хотите спросить, кто носил брекеты, все согласятся со мной, что зубы как-то чешутся. Я не знаю, как это описать. Просто такое чувство, что они чешутся. Когда, ну, то есть, когда ты не сжимаешь челюсть, когда сжимаешь челюсть, ты вообще можешь умереть от боли. Да, и они очень, и очень странно это чувство. Вот они как будто зудят, их хочется почесать, но на самом деле они очень болят. Первые, наверное, два дня, как я уже говорил, я пил таблетки обезболивающие. Естественно, я практически ничего не мог есть, потому что я даже не мог откусить, не знаю, свежий хлеб, скажем так. Мягкий свежий хлеб. Да, потом, примерно через неделю, может, через дни 11, боль стухает, и ты начинаешь уже привыкать к брекетам, к тому, что что-то уже новое в твоем рту. И, в общем, да, еще очень часто у меня, вот, например, было, да и вообще у всех, кто носит брекеты, это из-за того, что губы мягкие, то есть, как, они чувствительны очень, очень часто раздираешь губы брекетами. И это, на самом деле, очень, это, на самом деле, очень неприятно и доставляет много болевых ощущений, потому что, в основном, все эти небольшие царапинки или порезы, они превращаются в стоматиты. Именно обычно царапины напротив брекета, то есть, ты можешь, там, лежать спать, и случайно оно поцарапало тебе губу. И, то есть, стоматит на этом же месте, где и брекет, то есть, постоянно трется. Вы поняли меня, да? Это реально очень неприятное ощущение, потому что сам по себе стоматит постоянно что-то там ноет, болит, подщипывает, а его еще друт. Да. Меня предупреждал об этом стоматолог и дала мне специальный воск. То есть, была такая пластиночка тоненькая, и ты отламывал себе сколько нужно и клеил на этот брекет. То есть, или на то место, где стоматит. На зубы. Не на губы. Эту рану, не брекеты, не зубы, не тревожили. Был, ну, ровный, как бы, бугорок такой. И он постоянно, как бы, терся, и, я не знаю, есть ли какое-то целебное свойство у этого воска, но у меня после ношения этого воска за 2-3 дня стоматит просто зарастал. И все, его не было. И когда у меня заканчивался воск, я специально бежал в стоматологию и просил еще воск. Потому что он меня очень вручал. Поэтому, да, всегда просите воск, потому что он вас будет очень вручать. Что касается ухода, то мне сказали купить специальную щетку с небольшими, ну, удлиненными щетинками. Я надеюсь, вы поняли. И ёршики. Ну, мне сказали, ну, я это называю ёршики. На самом деле, это... Я могу прикрепить тут картинку. Ну, на вид это обычная зубная щетка, но там, где щетинки, там накручена такая проволока, и из нее торчат щетинки. То есть, она такая, как длинная такая. Эти ёршики нужны для того, чтобы вычищать то, что находится между пластиной. То есть, зубы вычищать в промежутках, потому что так просто, как мне сказали, не вычустишь зубы. Но после того, как я пару раз ими попользовался, они у меня все рассыпались. И я купил себе просто другую щетку, которая была с длинными щетинками. И я ей стараюсь вычищать зубы. Когда мы покупали щетку, мне сказал стоматолог, что, ну, так чистить зубы нельзя, то есть, вверх-вниз. Нужно обязательно вот так, горизонтально. Потому что ты так не почистишь зубы, и есть возможность того, что отрывешь брекет. После того, как я пару раз использовал ёршики, они у меня рассыпались, и я решил, что я ими не буду пользоваться, и буду пользоваться только щеткой с длинными щетинками. И на самом деле разницы особо нет. Просто, ну да, может, я просто дольше чищу зубы обычного, но результат такой же. Вот и подошло к концу моего видео. Я надеюсь, оно вам понравилось, оно было информативным, и оно ответило на некоторые ваши вопросы. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комменты, спрашивайте вопросы, ретвите это видео и так далее. Пока!